Греко-римская борьба пока остается единственным видом спортивных единоборств только для мужчин. В нем еще не проводятся официальные соревнования среди женщин. Сегодня этот вид спорта популярен среди россиян. Традиционно на Олимпийских играх представители нашей страны завоевывают медали высшей пробы. Все потому, что наша отечественная школа греко-римской борьбы считается одной из лучших. Особенно выдающимися достижениями могут похвастаться борцы Южного федерального округа. В Славянском районе уже не первый год подряд проводится первенство ЮФО среди юношей. Наша съемочная группа запечатлела самые интересные моменты борьбы начинающих спортсменов. Перед открытием первенства ЮФО по греко-римской борьбе до начала соревнований юные спортсмены готовились к ответственному бою. А их тренеры давали советы своим ученикам, как эффективнее вести схватку. Сергей Буштец – тренер с большим стажем. Около 20 лет он обучает славянских спортсменов мастерству древнего вида единоборства. За своих борцов Сергей спокоен. Он уверен, что у них все получится. Самое главное, как отмечает тренер, это честность в бою. Греко-римская борьба – это родоначальница всех видов спорта. Это первый вид спорта, который был на Олимпийских играх. Все вы знаете. Александра Карелина, Ивана Подубнова – это величайшие люди борьбы. И то же самое мы развиваем в своем городе эту борьбу. И пожелаем всем участникам только победы, честной борьбы. Беслана Сокалов приехал со своей командой из города Краснодара. Греко-римской борьбой он занимается с шести лет. Как признается спортсмен, почти все его родственники неравнодушны к этому виду спорта. Он тоже не стал исключением. В этих состязаниях Беслану уже удалось выиграть один поединок. По его словам, на этом расслабляться нельзя. Будем настраиваться дальше. На каждого соперника надо настраиваться по-своему. Будем настраиваться. Не только кубанские спортсмены приехали на первенство ЮФО по греко-римской борьбе, которая проходила в Славянске-на-Кубане в спорткомплексе «Лидер». За звание лучших сражались борцы из Адыгеи, Калмыкии, Ростовской и Астраханской областей. Участникам в наших соревнованиях. Церемонию открытия соревнования сложно себе представить без напутственных слов спортсменам. На этот раз начинающие борцы услышали пожелание удачи от самых выдающихся тренеров России и Южного федерального округа, а также от главы района Романа Сенеговского. Он поблагодарил спортивную федерацию, руководители которой выбрали для первенства ЮФО именно Славянск-на-Кубане. Мне очень приятно, что традиционно за который год в городе Славянске-на-Кубане проходит серьезное соревнование Южного федерального округа по греко-римской борьбе. Я хочу вас всех поздравить с этим ярким событием. С учетом того, что это Олимпийский год. Сегодня все мы соревнуемся и все вы знаете, сколько наград, сколько медалей завоевали наши спортсмены на Олимпиаде. Мне очень приятно, что сегодня здесь пройдут яркие соревнования. Традиционно схватки борцов на коврах проходят по две пары одновременно. И начальный этап первенства представлял собой отборочный тур. Артур Барсигян – участник славянской команды. Победа в этих соревнованиях для него очень важна. Надо здесь заявовать место, чтобы потом поехать на Россию. Заявовать до третьего места, чтобы путевка уже была ограничена. Первенство ЮФО продлилось два дня. Его итоги для славянского района оказались весьма удачными. Селеустремленность Артура Барсигяна привела его к победе. Он признан лучшим в весовой категории 74 килограмма. С остальными победителями Артур отправится в апреле в Новосибирск на первенство России по греко-римской борьбе.